Визуального по стране инскурсии, пожалуйста, приветствуйте. Здравствуйте. Мне понадобятся мои картинки только второй части доклада, но если можно, все-таки было бы их уже вывести, первую уже вывести на экран, было бы хорошо. Папка называется «Чтение визуального», первую по порядку картину. Как раз вчера анонсировали выход книги «Политика эффекта. Музей как пространство публичной истории». В аннотации в сборнику было сказано в том числе о том, что современные музеи выполняют традиционно для просвещеннического проекта образовательную функцию, предоставляя возможности для познания того или иного фрагмента прошлого. При этом музеи все больше заботятся о соучастии зрителей, активизируя различные аспекты их опыта, музеи работают с материальностью, телесностью, изображениями, звуками и запахами, становятся местом для театральных постановок и перформансов, выходят за пределы музыкальных стен в городское цифровое пространство. Эта книга посвящена тому, как осознание музеями потенциал эмоционального восприятия прошлого влияет на его репрезентацию. И вот надо заметить, что музеями здесь довольно давно уже осознанно, а здесь впервые в сборнике, наверное, проговорена уже на уровне исследования, а не постановки задач, вдруг необходимость установления эмоциональной связи между зрителем и экспонатом или экспозицией. Надо заметить, что эта проблема отсутствия эмоциональной связи совсем новая. Раньше посетитель легко включал и фантазию, и все остальные из пяти незадействованных впрямую чувств при одном взгляде на выставленную вещь. Тем более, не было этой проблемы в музеях изобразительных искусств. Вообще, для того, чтобы понять, в чем тут дело, нужно вспомнить, что большинство произведений искусства до XVIII века создавались либо с жестко прагматичной целью, ну, например, фаюмский портрет, или гораздо позже масонский портрет, либо с целью комплексной синтетической передачи сложных идей. Идея целесообразности без цели появляется лишь в начале вот этого самого просвещенческого проекта и, кажется, была совсем чуждая человечеству прежде. Вот как пишет о второй из упомянутых здесь задач Альберт Пайк. Природа совершенно свободна от догматизма и тирании. И первые наставники человечества не только отлично восприняли и поняли ее уроки, но и, насколько представлялось возможным, старались следовать ее педагогическому методу. Они стремились достигнуть понимания через зрение. И большая и лучшая часть учений древности передавалась из поколения в поколение посредством впечатляющих художественных произведений. Почему теперь восприятие вдруг стало проблемой? Ну, во-первых, истощилась связь с вещами прошлого. Все еще тесно в самом начале просвещенческого проекта и начало создания музеев. В музей ведь попадают вещи, которым больше не находится места в жизни. И, следовательно, мы забываем постепенно о должном способе взаимодействия с ними, то есть об их прагматике. И постепенно в связи с этим нарастала объектность их восприятия. Вещи прекращали быть даже проводниками к тем, кто их создавал и ими пользовался. Собственно, вот на этом, кто создавал и пользовался вещами, было построено большинство литературных музеев, которые теперь тоже стремительно преобразовываются в такие пространства перформанса. Почему вот такая вот потеря контакта происходила и в области изобразительного искусства? Наиболее распространенный тип экскурсии в музеях изобразительного искусства в настоящее время предполагает, что экскурсанту сообщают ряд сведений об иконе или картине, характеризующих ее как объект. Это сведения об авторе, об эпохе создания, об исторической обстановке, о технике. Так, если речь идет об иконе, до сих пор одним из важнейших пакетов информации считается рассказ об использованных натуральных пигментах, различающихся в зависимости от области, в которой писалась икона. Таким образом различают, например, Псковскую и Новгородскую икону. В Третьяковке вам об этом обязательно расскажут. Описательно сообщалось о том, что изображено, то есть буквально в стиле каталогов, повторяя, практически дублируя в речи то, что есть в образе, причем дублируя иногда не самым лучшим образом. Но даже сведения о сюжете иконы до сих пор сообщались опционально. В советскую эпоху, понятно, это было связано с запретом на возможную религиозную пропаганду, но и по сейчас остается в экскурсиях как следование высоким образцам научного описания выставляемого предмета. При этом экскурсант находится либо в пассивной роли воспринимающего информацию, либо в активной роли соревнующегося с экскурсоводом в объеме знаний. Эти позиции на самом деле принципиально не отличаются. Они обе предполагают некий общий объем знаний, который можно передать или которым можно лучше владеть, но при котором субъектность экскурсовода не важна. Он либо транслятор, передающий общее безличное знание, либо соперник на этом же поле общего безличного знания. Переданная таким образом информация имеет свойство быстро исчезать из памяти, поскольку она интересна, но не жизненно важна для экскурсанта. Она может его интеллектуально украсить, но она не оказывает влияния на его базовые жизненные установки и в общем даже не вступает с ними во взаимодействие, как правило. Между тем, искусство и прежде всего религиозное искусство создавалось с целью непосредственного сообщения, не воспринимающему даже не учений, как говорит Пайк, а недоступного ему другим способом религиозного опыта. И речь сейчас идет не о простой удаленности некоторых событий во времени, я не говорю о Библии для неграмотных, речь идет об опыте, получаемом вне зависимости от пространства и времени. Поскольку создаваясь именно с целью воздействовать на чувства, описание чего собственно и заключено в слове «эстетическое», которое значит «ощущаемое», «чувственно воспринимаемое». И отказываясь воспринимать этот опыт, сводя эстетическое к прекрасному, мы находим себя в положении человека, рассматривающего буквы письма и поражающегося красоте почерка, но совсем забывшего о том, что это письмо, и прежде всего его нужно прочесть. Эта цель предполагает, если мы вспоминаем о правильном взаимодействии с вещью, не разговор об иконе-картине как об объекте, но разговор с иконой-картиной как с субъектом, содержащим в себе все непосредственно необходимые элементы для передачи этого опыта воспринимающего. Этот разговор с произведением искусства одна из составляющих субъектного метода чтения, об этом у меня, о методе, собственно, у меня была два года назад в «Новом мире» большая статья, суть которого в том, что о субъекте, в отличие от объекта, можно узнать только от него самого. Именно он владеет всей главной информацией о себе, хотя иногда совсем в неожиданном формате. И здесь нужно вспомнить о еще одном новом тренде современности, о стремлении академическим образом преподавать soft skills, мягкие навыки, прежде всего, навыки коммуникации и введение для этого в программу совсем не гуманитарных учебных заведений, гуманитарных курсов. Научить коммуникации через гуманитарные курсы можно только в том случае, если переходить к субъектному методу взаимодействия с произведением искусства. Вторая составляющая метода – это активизация субъектности экскурсанта или учащегося. Если в случае сообщения сведений о картине специалистам экскурсант обречен на пассивную роль, поскольку у него нет непосредственного доступа к этим сведениям, и он не может их верифицировать, кроме как заглянув в интернет, но это тоже будет обращением к специалисту, то в случае разговора с иконой картины разговор будет идти о том, что непосредственно находится перед глазами экскурсанта и может быть верифицирована и дополнена им самим. Мало того, именно в процессе такой работы появляется впервые странное ощущение у человека, что он не соревнуется с тем, кто имеет другую точку зрения, он не противостоит тому, кто говорит что-то иное, а все, кто говорит, они не утесняют его в его точке зрения, а открывают для него новое пространство, которое без этих других было бы ему абсолютно недоступно. Таким образом в процессе трансформируется не только восприятие собственно художественного произведения, но трансформируется и восприятие своего другого, своего соседа по исследованию. Посмотрим очень коротко, как в принципе может быть построена такая экскурсия и откуда надо начинать, на примере нескольких икон Тричковской галереи Новгородского музея-заповедника. Вот это вот ярославская икона из Спаса Преображенского собора XII-XIII века примерно датируется Великой Апанаге. Что я сейчас сделала? Я вам сообщила внешние сведения о иконе. В принципе, очень часто после сообщения внешних сведений уже ничего не нужно. Человек как бы получил ответ на свой вопрос, а что это такое? И он может дойти дальше, хотя на самом деле он ни о чем не узнал. Вот, поэтому при построении вот такой вот экскурсии ни в коем случае нельзя начинать с этих самых объектных сведений. Нужно сосредоточить внимание человека на том, что перед ним находится и на том, что он видит, сказав ему о том, что на самом деле иконописец никогда не пытался создавать икону, следуя каким-то образцам. Вообще вот эти вот конописные подлинки, как нам недавно рассказал Алексей Лидов, возникают, как и должно было предположить, только в конце эпохи, то есть в 16-м начале 17-го века фиксируются первые иконописные подлинники, то есть именно когда вот эта живая передача и живое восприятие уже утрачено. А мы думали, что, в общем-то, иконы и пишутся по иконописным подлинникам всегда. На самом деле нет, никогда не писалось ровно до 17-го века, то есть до радикального упадка. Иконописец – это всегда богослов. Богослов, и единственное, с чем в соотношении связи все время находится икона, это с литургическим действием, особенно если она помещена непосредственно в храме, и как храмовая часть рассматривается. Что мы видим здесь и чего обычно не сообщают об этой замечательной иконе из Спаса Преображенского Собода? Прежде всего мы видим, и это бросается в глаза с первого взгляда, статичность складок на одежда Богоматери. Она настолько статична, что это даже вошло в описание икон в каталогах, потому что этого невозможно не заметить. Но что это значит? Вот эта вот скульптурность одежды, она достаточно четко отсылает Богоматерь к тому аналогу, который мы всегда видим в качестве именно тела Богоматери, то есть к собору. Собор – это, собственно, тело и пространство Богоматери. Второе пространство Богоматери в соборе – это будет алтарь, это, собственно, утроба. И вот здесь иконописец это очень четко выражает. В Великой Панагеи здесь сочетается целый ряд икон различных изводов, потому что, глядя на младенца Христа на груди, мы можем сказать, что очевидны иконы знамения. Глядя на поднятые руки, мы можем сказать, что, ну, конечно, Аран, тогда молящаяся, та, которая удерживает, собственно, стена нерушима. Еще один вариант и так далее. И, глядя на медальоны с ангелами, мы можем сказать, что это страстная икона, потому что они держат орудие страстей в руках. То есть Великая Панагея сочетает в себе абсолютно все эти элементы различных, как правило, икон, именно для того, чтобы сосредоточить максимально здесь, в иконе, вот это вот представление о Божьей Матери, как, во-первых, о храме, как о том месте, где, собственно, возникает Господь. Дальше смотрите. Вот эти вот руки, если мы присмотримся, они совершенно отчетливо обозначают... Скажите, пожалуйста, что? Чтобы я не навязывала вам вот это вот видение. Вот она стоит. Что вы видите? Корабль. Корабль. Еще вариант. Защиту. Особенно если внутри вот этих рук находится прямо обладка. Грааль. Хорошо. Чаша. Спасибо. Чаша, конечно. То есть это еще и очевидная причастная чаша, к которой, собственно, и совершается Евхаристия. И здесь Христос, конечно, изображен совершенно отчетливо либо на обладке, либо на внешней стороне просфора, да? Вот. И это тоже здесь видно. То есть Богоматерь – это тот собор, в чаше которого совершается Евхаристия совершается вот это ежедневное пришествие Христоса. Икона – это, по-моему, всего прочего, богословие повседневности. Это не то, что напоминало человеку о том, что когда-то произошло и об этих событиях, она ему рассказывала о том, что он делает постоянно. То, что он делает в течение вот этих повторяющихся действий, в том числе действий литургических. У меня осталось совсем немножко времени. И я хочу вам… На самом деле здесь еще много о чем можно говорить. Совсем не значит, что мы закончили. Просто я хочу показать еще две вещи. Конечно, и цвет, и фон золотой, и вообще о том, что такой золотой фон, с этого надо начинать любой разговор об иконе. Но в случае, допустим, вот этой иконы в Третьковской галерее, мы бы начали этот разговор двумя залами раньше. Вот. Но я хочу вам показать еще две вещи в иконах крещения и иконах преображения, которые вообще не замечаются экскурсоводами и в принципе не отмечаются никем, если экскурсия не идет по такому плану. А вот если она идет по такому плану, то она замечается практически всеми, кто подходит к этим иконам. Если глаз, так сказать, участник экскурсии предварительно настроен на взаимодействие. Так. На нас. К нам повернитесь. А, все ясно. Так. Вам вторая картинка нужна? Мне нужна следующая пока, да. Пробуйте еще раз. Нармите. Нет, к пульт переверните. Вот так? Да. И на вас держать, да? Все, хорошо. Ага, спасибо, замечательно. Так. Вот здесь видно лучше всего, наверное. Обратите внимание, я не буду рассказывать о всей иконе крещения, я говорю только об вот этих моментах, которые практически не замечаются. Либо если замечаются, отсылают, допустим, к псалмам, сейчас я о них скажу, и все восприятие иконы совершенно изменяется, потому что одной неправильно, так сказать, цитатой, которые мы неправильно отослали, можно изменить вообще все восприятие происходящего. Вот эти фигурки внутри Ордана, у ног Христа, те, которые традиционно, да, считаются душами и воплощением, и Ордана, и вот этого моря, да, море видя и побежи, Ордан, обратись вспять. То есть кажется, что нам говорят о вот этом вот бегстве воды от Христа по аналогии с тем раступившимся морем и тем раступившимся и Орданом перед Ковчегом, которые когда-то произошли. На самом деле, если мы на них посмотрим, во-первых, они никогда никуда не бегут. Это на... Вот тут их тоже видно, но хуже. Они всегда очень спокойно сидят. Вот, и они буквально, что называется, приникают к ногам Христа. Что изображает иконописец? Иконописец изображает совершенно удивительную вещь возвращения, бегства, наоборот, и моря, и Ордана ко Христу, как тех, кого он пришел освободить от вот этой вот немыслимой ноши, потому что что, собственно, происходит в момент сошествия Христа в Ордан? Он не смывает в себя грехи, да, как делали все это у него, а он принимает на себя все смытые в эту воду, этой водой грехи. И тогда Иордан освобождается от той тяжкой функции, которая как бы навязана ему, человеком, в отсутствие Бога. Вот этого смывания, освобождения от грехов наших, как вся природа, да. Пока не приходит Христос, всю эту тяжесть несет на себе природа. Она вот та, на которую мы, так сказать, сбрасываем, сваливаем свои грехи. И вот здесь иконописец рисует как раз вот это вот восхищение природы тем, что она больше не должна нести эту ношу, ее возвращение к своему первоначальному составу. Так, и последнее буквально. Это одна из икон Новгородского музея, которая очень четко показывает, что изображается на иконах преображения вообще почти всегда, но очень часто гораздо более прикровенно. То есть, собственно, где и в чем преображается Христос. Мы видим вот то, что обычно называют вот этими кругами славы, вот это вот сила Господней, и мы абсолютно четко видим, что перед нами глаз. То есть, преображение происходит именно в тот момент, когда на человека обращен вот этот вот глаз отца, возвращен ему, возвращен вот этот контакт, который, собственно, и был целью пришествия. Потому что цель пришествия – это восстановление единения, восстановление контакта. Вот так. Сейчас. Так, почему-то нет. А я его правильной стороной держу? Все, все, да. Убирается в барьер. Он упирается в барьер, чуть-чуть поднимите. Вот, вот, вот. Вот, спасибо. Вот, видите, как бы это практически везде, так или иначе, воспроизводится. А вот... Давайте послушаем. Нет? Вот так. Вроде у нас все человек, и мы можем чувствовать, активно будет, а не становится активно. А вот в этой вот иконе Дионисия, которую мы все можем видеть в Третьяковской галерее, после того, как мы видели ту икону, это становится уже абсолютно прозрачной, очевидно, Дионисийского, простите, мастерской Дионисии. Вот. Естественно, что о любой из этих икон можно было бы разговаривать очень долго, и, собственно, экскурсия так и должна строиться, когда все присутствующие встают вот так вот кругом и начинают говорить о том, что они видят. Последнее, что я скажу, это то, что это и очень хороший момент, который позволяет научиться верификации собственного видения. Мы не только очень многое проецируем в произведении искусства, когда мы его читаем от себя, мы очень многое проецируем в человека, с которым мы общаемся. Если говорить об этих soft skills, лучшее, так сказать, обучение тому, чтобы снимать собственные проекции с человека, это вот такой вот совместный анализ произведения искусства. Спасибо большое.